hello tom cruise и здравствуйте всем остальным приветствую всех в пятом уроке нашего курса по созданию сайтов продолжаем изучать html здесь мы разберем несколько новых тегов а также разберем как они взаимодействуют друг другом и установим новую программу в которой будем писать код предыдущих уроках мы использовали блокнот для создания веб-документов и редактирование как я говорил ранее мы перейдем уже в другую программу здесь у меня на выбор вот несколько программ на самом деле мы попробуем во всех перечисленных то есть вот под плюс-плюс поработаем с облайн текст будем использовать будем использовать древьювер в каждой программе есть особенности свои преимущества и свои недостатки и давайте мы начнем но под плюс плюс она у меня была уже установлена на компьютере я ее удалил и вот скачал дистрибутив под видео которое вы смотрите будет ссылочка на вот этот файл он будет также подписан как у меня вот на экране подписан то есть запускаем его жмем два раза левой клавишей и устанавливаем язык соответственно русский либо какой то можете выбрать тот который вам нужен нажимаем далее принимаем по молчанию папочка это нас устраивает жмем далее где жмем далее а вот здесь галочки не стоят по молчанию поэтому имеет смысл поставить вот эту галочку чтоб на рабочем столе появился ярлычок иначе придется его искать папках и жмем соответственно установить происходит запуска видите файл небольшой быстро он запускается ну и сейчас жмем соответственно готова вот запустила соответственно наша программка при первом запуске обычно она просит обновиться в интернете то есть если вы будете подключены к интернету она откроет окошко вы нажмите подтвердите что вы хотите обновить программу пускай она обновится до более новой версии которая на данный момент существует у меня это не появилось потому что я уже это выполнял и вот ярлык у меня появился на рабочем столе то есть его поставим сюда а это файл с которого я устанавливал дальше нам нужно в ней создать документ то есть файл новый выбираете а создается new 1 и соответственно его тут же надо сохранить в папке чтоб он определился как html для этого жмем файл сохранить как ищем нашу папку проводники windows и сохраняем туда документ под номером 5 ставим точку все в английском варианте пишем следите чтоб русские символы вообще нигде не присутствовали пока и пишем html жмем сохранить документ сохранен здесь у меня видите документ еще слева открыт при первом запуске он появился мы его закроем пока мы ничего в нее не будем дополнительно устанавливать здесь есть возможность устанавливать разные плагины то есть которые облегчают работу в этой программе у пока вот по простому потом еще мы вернемся к установке здесь разных плагинов а пока документ создайте сохраните и попробуем уже написать код и оценить возможности этой программы сразу же вы видите слева у нас идет нумерация строк вот я нажимаю просто enter уже идет нумерация в блокноте у нас не было нумерации плюс здесь гораздо больше дополнительных инструментов по написанию кода именно для html я открыл вот эту веб страничку которую мы потом сделаем и давайте еще раз рассмотрим код этой страницы то есть из чего она состоит то и жмем правой клавиши на пустом месте просмотреть код страницы либо control у и здесь мы видим соответствующий код я немножко его увеличу предыдущих занятиях мы говорили про файл код который в самом верху написан из тег доктайп html ну давайте повторим что он значит то есть это обязательный тег который говорит что этот документ является html документом а не чем либо еще в данном случае вот эта форма записи означает что это пятая версия html предыдущие версии 4 и другие здесь был еще дополнительный текст ну вот здесь такая вот лаконичная короткая надпись дальше идет команда видите тег html то есть это тоже обязательная команда и она парная внизу она будет у нас закрываться дальше идет команда head она переводится как голова то есть идет сверху вниз как бы голова документа а дальше у нас будет вот ниже здесь можно посмотреть body то есть тело документа в котором будут находиться основные команды по нашей странице остальные команды мы пока касаться не будем и пока вот ограничимся этими и некоторыми еще другими командами которые нам нужны будут и сейчас мы подробнее рассмотрим эти команды и другие значит шапка у нас начинается с вот этой команды всю эту команду вы можете скопировать отсюда либо написать вручную старайтесь больше писать руками не копировать для запоминания полезно писать все руками поэтому мы начинали с блокнота а не с каких-то более автоматических программ которые за вас будут практически писать еще проверять и выдавать комментарии разные скопируем эту команду либо вы напишите вручную и ставим самый верх нашего документа как я говорил эта команда показывает что у нас пятая версия html и документ является сам html следующая команда у нас идет как вы видите эта команда просто html и он нам говорит о том что докуда будет идти html документ это парная команда и давайте мы тоже напишем то есть тоже обязательная команда для документов html то есть ставим треугольную скобку и пишем первую букву h как вы видите открывается подсказка которая предлагает написать ряд команд на букву h и нам здесь подходит соответствующее слово которое можно выбрать либо если вы введете вторую букву давайте введем букву t то тут же она видите появляется то есть выбираем html щелкаем левой клавишей и закрываем соответствующую эту команду написали как я сказал это команда у нас парная поэтому жмем пробел несколько раз и пишем через слэш закрывающую команду то есть мы обозначили html документ откуда он будет докуда и вот здесь прелесть этой программы что видите я щелкаю на одном тэге тут же посвечивается парный тэг то есть показано докуда он действует когда много кода то здесь это очень помогает ориентироваться в документе дальше дальше следующая команда у нас идет head то есть тоже обязательная команда для документов html head переводится как голова то есть есть голова документа а есть тело документа как мы говорили то есть мы пишем эту команду дальше то есть ставим треугольную скобку пишем первую букву появляется подсказка пишем вторую букву и соответственно выбираем слово head закрываем его жмем enter и пишем закрывающий тег head то есть так мы обозначили как бы голову документа в которой будут находиться служебные команды которые будут регулировать нужные моменты в html документе дальше здесь идут разные команды которые мы сейчас не будем касаться дальше идет команда у нас title то есть тоже считается обязательной командой и она находится как вы видите внутри head сейчас мы ее напишем и разберем для чего нам нужна title переводится как заглавие у каждого документа есть свое заглавие и в данном случае если посмотреть где это заглавие фигурирует смотрите вот title у нас вот это надпись идет 24 нава точка ком и вот сверху мы видим вот здесь эту же надпись то есть это и есть title заглавие то есть отсюда берется информация и подставляется вот сверху название страницы которой мы видим как бы ярлык имени страницы то есть видите здесь вот оно написано плюс вот другие страницы которые у меня открыты здесь тоже у нас показано то это есть поэтому между head давайте напишем title то есть заглавие нашего документа дальше ставим закрывающий тег и давайте напишем здесь уже по-русски то есть какое мы хотим здесь видеть заглавие так как у нас это пятый документ поставим цифру 5 и напишем давайте документ жмем соответственно на дискетке сохранить либо файл сохранить выполняете команду и теперь откроем уже в google chrome в браузере посмотрим как это выглядит для этого заходим в меню запуск и вот здесь горячие клавиши и разные браузеры которые на данный момент эта программа может открыть здесь у меня видите вот стоит google chrome можно нажать левой клавишей либо выполнить команду которая вот здесь указана в горячих клавишах я жму левые клавиши один раз и открывает соответствующий документ в google chrome и то что мы видим вот сверху здесь появляется слово пятый документ это и есть наше title которое мы написали в документе ничего нет он у нас пустой дальше следующая команда которая нам нужна это команда body то есть тело документа body переводится английского тела то есть она идет сразу непосредственно после head пишем эту команду body это у нас парный тег поэтому ниже его надо обязательно закрыть и того мы получили конструкцию которая будет находиться в каждом документе в каждом веб документе ее можно смело писать в body будет находиться то что пользователь видит на странице давайте здесь напишем слово содержание это обязательная но упрощенная схема для каждого веб документа давайте здесь еще что-нибудь напишем html5 давайте сохраним пересохраним этот документ обновим вот появился наш текст то есть наша body и здесь вот важно правильно писать закрывать команды если они парные их нужно обязательно закрывать в данном случае здесь все теги у нас парные кроме верхнего тега doctype и вот давайте я вам покажу что будет если не закрыть какой-нибудь тег в данном случае вот tag title я убираю вот эту косую черту то есть я убираю закрывающий тег то есть он перестает работать без этой палочки пересохраняем наш документ и вот сейчас я обновлю страницу как вы видите текст пропал то есть body перестала работать и фактически что у нас получилось что все что у нас ниже находится оно стало title то есть оно стало заглавием оно ищет закрывающий тег title его нету и то есть весь этот текст становится у нас под этот тег и выполняется уже вот тегом который не закрыт если посмотреть сверху в документе вот здесь мы видим вот title видите вот появилась пятый документ title и дальше если навести задержать то появляется вот то что у нас находится в title практически весь текст нашего документа поэтому так делать крайне нежелательно ставим назад нашу палочку то есть наш слэш пересохраняем документ обновляем и возвращается наше содержание нашего документа если повторить что мы сделали здесь вот краткая схема то есть у нас есть наш документ пятый документ в данном случае вот он так выглядит и в нем есть группы команд которые мы рассматривали то есть идет у нас обязательная команда doc type то есть это версия языка html здесь размещается дальше обозначается начало и конец html документа то есть тегами html html вот эта часть большая дальше документ делится на две логические части это head то есть вот эта часть то есть голова в которой находится команда title и другие команды которые мы рассмотрим позже и другая часть это body это тело документа в котором будут находиться тексты картинки и множество других элементов которые люди видят на страницах вот такая структура любого html документа который существует в интернете если брать html документ хотя и в этой конструкции есть свои небольшие отклонения но это как правило уже исключение а вот этот костяк вы можете смело писать и это будет правильно создайте соответствующий документ установите notepad++ если у вас его нету и спасибо за внимание жду вас в следующем уроке что все в